Господи, Господь наш, Як отчудно имя Твое по всей земли, Як Он взяться великолепие Твое Привыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, 26 января, и Церковь предлагает нам отрывок из Саворного послания апостола Петра. Это его второе послание, глава 1, стихи с 1 по 10. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам, да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестие братолюбия, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет сего тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваши звания и избрания. Так поступайте, так поступая, никогда не приткнетесь. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из Второго Соборного Послания апостола Петра. И в этом послании, это послание можно разделить условно на три части, для того, чтобы нам легче было воспринимать этот текст. Первое – это всегда в послании приветствия. Любое послание апостола Петра, апостола Павла и других апостолов обычно начинается с наименования, с адресата и с благодарственной молитвы. И вот первые два стиха – это и есть такое типичное для посланий начало. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равна драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». И здесь мы видим, что апостол Петр сначала наименует себя, кто от кого это послание, то есть это Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа. И здесь в этих словах заключена очень важная мысль, что апостол считает себя рабом, то есть он не от своей воли это говорит, не по своему разумению, но по воле пославшего Его Господа Иисуса Христа. И он говорит, что он раб, то есть он полностью исполняет, и он полностью абсолютно принадлежит своему Господину, Господу. И он апостол, то есть он посланник. Он не просто раб своего Господина, но он еще и выполняет некую миссию по поручению этого Господина. «Принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». И здесь апостол Петр говорит о том, кому он обращается. Обращается он именно к тем, кто принял веру, кто уверовал в Иисуса Христа как Спасителя и исповедует Его Богом. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего», заключает эту приветственную часть, призывая мир и благодать. Два приветствия из двух разных культур. Мир – это приветствие шалом, это приветствие иудейское, которое берет свое начало из еще ветхозаветных времен. И этот мир заключает в себе не просто призвание некого благоденствия, но это мир во всей совокупности проявления этого мира. То есть это мир и душевный, это мир духовный, это мир с ближним, это мир в целом мире. И это очень глубокое приветствие по своему содержанию. И благодать. Так обычно приветствовали друг друга язычники, так обычно приветствовали друг друга в Греции. И эту традицию церковь восприняла в себя. И вот апостол Петр также призывает мир и благодать. Тем самым совокупляя к иудеям еще и язычников. Мир вам и благодать да умножатся в познании Бога и Христа и Иисуса Господа нашего. И все это, и мир, и благодать Божия должна аккумулироваться в жизни христиан для того, и все это только лишь для того, чтобы христиане больше и лучше познавали Божию волю, Божию благодать и прежде всего Бога через Иисуса Христа. Дальше мы можем сказать о делении остального послания, вернее, остальной вот этих вот оставшихся семи стихов с 3 по 10. Можем говорить о том, что сначала идет повествование о том, что Господь сделал для спасения человеков, а потом, какие деяния должен сотворить человек, чтобы воспринять в себя все те дары, которые обещает причастность человека к Царству Небесному. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего вас славу и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них саделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. И дальше уже спят, начиная с 5 стиха, апостол Петр говорит о том, как мы должны возрастать в истинном благочестии для того, чтобы стяжать истинную любовь. Прилагая ко всему тому, что уже сказано, что мы должны приобщаться к Божескому естеству через Его благодать, мы должны в этой благодати еще и развиваться, расти. И, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей необходимые условия жизни в церкви – это вера. Вера – это фундамент церковной жизни. Вера не просто в существование, в бытие Бога. Об этом не стоит вопроса. Вера именно в Иисуса, как Христа. То есть, в Бога, который стал человеком и жил на земле, пострадал за грехи всего мира и на кресте искупил грехи всего мира. В этой вере покажите ваши добродетели. В добродетели нужно показать рассудительность. Каждая добродетель должна сопутствовать и рассудительность. В рассудительности воздержание. Об этом можно говорить как и о посте, в том числе, но не только как о посте. В рассудительности воздержание – в воздержании терпения. В терпении – благочестие. В благочестии – братолюбие, а в братолюбии – любовь. Братолюбие – это можно говорить о любви, как в целом пребывание в этом благостном чувстве и говорить как о проявлении к ближнему, к тому, кто находится сейчас с тобой рядом. Не обязательно это будет твой родственник, но тот, с кем ты работаешь, с кем ты учишься, с кем ты проводишь время, проявляя к нему братолюбие, свою любовь, ты научишься уже и высокому чувству любви. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Блаженный Феофил так толкует этот отрывок. «Причастниками божеского естества мы сделались через явление Господа и Бога, который начаток нашего естества соединил в самом себе и осветил. Если же начаток свят, то и целое свято». То есть во Христе Иисусе мы освящаемся, и в этой святости мы должны приводить объективно освященное наше человеческое естество, субъективно его приводить уже к совершенству, к тому совершенству, которым обладает сам Бог. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскрешенном Господе и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»